Добрый день, уважаемые коллеги! Мы готовы начинать наш вебинар. Вот, кстати, у нас, смотрю, появляется Тамара Ивановна Сапликина только зашла, говорит, здравствуйте, у нас вебинар начался. Скажите, пожалуйста, вы меня хорошо видите и слышите? Слышно? Замечательно! Ну что ж, тогда мы начинаем наш вебинар. Я успел посмотреть, у нас люди из самых разных мест, у нас из Хабаровска были, поэтому мы приветствуем Приморский край. Откуда у нас кто еще? Напишите, пожалуйста. Иркутск, я видел. Иваново, замечательно. Беларусь, то есть у нас вебинар международный. Армавир, Ярославль, Воронеж, Урал, замечательно. Томск, Воронеж, Саратов, Крым, Алтайский край, Украина. Тоже международный вебинар, тоже очень хорошо узнать. Очень приятно, когда та информация, с которой пришел и хочешь поделиться, и понимаешь, что она может оказаться полезной для людей не только из разных городов, но и из разных стран. Ну что ж, замечательно, уважаемые коллеги. Тогда пока вы пишете, откуда вы, я начну говорить о том, о чем вам предстоит сегодня с вами пообщаться. Тема нашего вебинара звучит следующим образом. Развивающее обучение дошкольников на занятиях по английскому языку. Направление и приемы развития. О чем мы будем сегодня говорить? Мы очень коротко посмотрим на то, каким образом связаны обучение и развитие, и как это работает на дошкольном этапе. Чего от нас требует стандарт? Чего от нас требует опыт и практика обучения дошкольников не только английскому языку? А после этого мы начнем смотреть на самые разные направления развития, как они могут быть реализованы, в том числе и на занятиях английским языком, но не только английским языком. И это будет полезно для вас не только в том случае, если вы преподаете английский язык. Но, например, если среди нас присутствуют просто люди, которые заинтересованы вопросами обучения дошкольников и развития, но занимаются не английским языком, а какими-то еще предметами, или у нас есть администраторы, есть у нас такие участники? Если есть, то для вас будет полезная информация о том, как можно показать на открытом занятии, в отчетных документах и так далее, что вы именно развиваете ваших детей. Ну что ж, уважаемые коллеги, перейдем к содержанию нашего с вами вебинара. Да, забыл сказать, в конце вебинара у нас будет ссылка на сертификат. Вы сможете все скачать сертификат, появится в чате код, вы этот код введете и получите ваши именные сертификаты. Если у вас будут возникать какие-то вопросы или комментарии, я прошу вас писать их в самом чате, я буду стараться реагировать оперативно. Если вдруг я по какой-то причине, какой-то вопрос пропущу, но на который вы хотели бы получить ответ, в конце вебинара я обязательно отведу время на ответы, на вопросы, и вы их сможете всегда повторить. Договорились? Если вас такой вариант устраивает, то будем работать. У нас примерно вебинар займет час-час десять по времени. Готовы начинать? Да, отлично. Ну что ж, тогда начнем. Вы знаете, прежде чем говорить о развитии дошкольника, да плюс еще о развитии на занятиях, стоит хотя бы коротко посмотреть на очень важный вопрос. Каким образом связано развитие и обучение детей? Насколько эта связь тесная? Что должно произойти раньше? Как вообще считают исследователи и так далее? Вообще, вы знаете, вот вопрос, связанный развитие детей и обучения, на самом деле не такой очевидный, как кажется. Я вам сейчас покажу несколько разных точек зрения, которые бытовали все еще в 20 веке, то есть им 100 лет еще нет, и вплоть до современных моментов. И мне было бы интересно, чтобы мы с вами подумали и сравнили, насколько эти точки зрения близки вашим взглядам и вашему опыту. Первая точка зрения довольно любопытная. Ее выражали такие известные авторы, как Гезл, известный педагог и психолог Зигмунд Фрейд, не менее известный основоположник психоанализа, и знаменитейший швейцарский педагог и психолог Жан Пьеже. Они считали, что развитие детей и обучение не связаны. То есть, как они считали, развитие сначала должно совершить определенный цикл, дети должны выйти на определенную ступень развития, прежде чем воспринимать какие-то материалы, прежде чем их можно будет обучать. А скажите, пожалуйста, вот вы как думаете, согласны вы с тем, что считают эти авторы, или не очень согласны? То есть, их мнение можно сформулировать таким образом. Цикл развития всегда предшествует циклам обучения. Вот уже кто-то пишет нет, кто-то пишет не очень. Вы знаете, вот с одной стороны их понять можно. То есть, они считали, что ребенок похож на радиостанцию. Пока мы радиостанцию на определенную волну не настроили, ребенок не сможет воспринимать эту волну. Радиостанция не заработает. Радиоприемник, правда? И действительно, бесполезно, скажем, второкласснику давать читать отрывок из «Войны и мира». Он его просто не поймет. Либо он поймет оттуда такой крохотный кусочек информации, что это будет впустую. Он еще не развился до определенного времени. Но ведь никто же не заставляет «Войны и мира» давать во втором классе, правда? Всему свое время, свой уровень сложности. Вот Наталья Алексеевна пишет. «Развитие обучения связаны». И Анастасия Олеговна тоже самое. Верно. Давайте посмотрим еще на то, как эти взгляды эволюционировали. Видом Джеймса и Эрнс Тордайк, два американских психолога известных, считали, что развитие обучения одно и то же. Потому что развитие – это накопление опыта. И обучение – это тоже накопление опыта. То есть, неважно, какой опыт, в рамках обучения, либо просто жизненный опыт, развитие всегда произойдет. А как вам кажется, имеет право такая точка зрения, насколько вы с ней согласны? Вот кто-то пишет «Согласен» с Джеймсом. Кто-то очень хорошо, Оксана Сурина написала, «Когда начинается обучение, развитие же не заканчивается». Верно. Кто-то пишет «Не согласна». И действительно, обучение – это структурированное накопление опыта. И то, что дает структурированное, это гораздо важнее и может способствовать развитию гораздо эффективнее. Правда же? То есть, частично согласны. Известный психолог немецкий Куртковка считал, что развитие произойдет в любом случае, а обучение может этому помочь. Вот такой момент. Хотя действительно, понятия близки. Но это не одно и то же. Правда же? И, наконец, современная теория, которая придерживается абсолютной большинства и педагогов, и психологов во всем мире, это теория Льва Семеновича Выгодского. Львовский, я напомню, выпустил ряд статей в 1930-х годах, в 20-30-х годах, работают выдающиеся российские и советские психологи. Он, к сожалению, умер в очень раннем возрасте от туберкулеза. И его самый главный сборник статей вышел вскоре после его смерти. И вот этот сборник перевернул представление всего мира, всех психологов и взгляда на развитие человека вообще. Львовский говорит о том, что, хотя обучение и связано непосредственно с детским развитием, но, тем не менее, равномерно эти два процесса не идут, и никогда они не идут параллельно. Там очень сложная динамическая связь. И всякая высшая психическая функция в развитии ребенка проявляется дважды. Сначала, как деятельность коллективная, он повторяет, имитирует, а затем, как деятельность индивидуальная, ребенок уже сам учится это делать. И, как считал Лугоцкий, обучение – это не то же самое, что развитие. Но если оно правильно организовано, то оно ведет за собой детское умственное развитие и вызывает к жизни ряд таких процессов, которые вне обучения были бы невозможными. Вот я думаю, вот это нам гораздо ближе точка зрения, правда? Лугоцкий заявил, что в обучении есть две сферы, либо два уровня. И то, и то слово используется. Есть сфера актуального развития – это то, что ребенок может сделать самостоятельно. И это уже качество, которое мы сформировались. И зона ближайшего развития – это то, что ребенок самостоятельно пока еще не может, а вот с помощью взрослого, педагога, воспитателя, преподавателя он сделать сможет. И само развивающее обучение как раз и формирует зону ближайшего развития, и в этой зоне развитие и происходит. Если нет зоны ближайшего развития, то, как считал Лугоцкий, развитие происходить не будет. Вот такие вот моменты. Я думаю, не стоит нам смотреть на то, как эти взгляды развивались дальше, то есть на теорию Великонина и Давыдова, на теорию Занкова. Это все развивающее обучение, это отдельные аспекты. Если вам интересно про это узнать, я проводил вебинар про развивающее обучение в школе. Вы можете его скачать, посмотреть видеозапись, скачать презентацию. Там довольно подробно разбираются принципы, на которых основана учение теории Великонина и Давыдова, на которых теория Занкова основана. Для наших целей достаточно понимать, что обучение и развитие тесно взаимосвязаны. Есть вещи, которые ребенок может сделать с помощью воспитателя. И вот благодаря воспитателю, учителю или взрослому это развитие как раз и происходит активно. А давайте теперь мы посмотрим как раз на то, что смотрят. Вот говорят, опережающее обучение сегодня актуально, а мы как раз посмотрим на эти моменты. Но каким же образом ребенок обладевает языком? Есть несколько теорий. Первая теория, которая пытается ответить на этот вопрос, это так называемая Nativist Theory. Теория считается, ее сторонники считают, что дети сами осознают мир и постепенно вычленяют значение языка и речи. Один из столпорожников этой теории, Noam Chomsky, считает, что мозг обладает неким механизмом восприятия языка, то, что по-английски называется language acquisition device, и естественным путем обладает структурой языка. Вы знаете, с одной стороны, можно объяснить, почему сторонники этой теории так считают. Действительно, ребенок постоянно что-то осмыслит, он делает выводы, он проверяет эти выводы. Например, подумал, что слово вот так означает, потом начинает корректировать его значение, оно не совсем то означает. И так далее. Это действительно естественный процесс овладения языком. Но, несмотря на все старания, нейрофизиологи так и не нашли никакого language acquisition device в мозгу. Тем не менее, на основе этой теории появилось несколько подходов к обучению, в том числе и знаменитая Second Language Acquisition или просто language acquisition approach. Один из основоположников этого подхода Стивен Крашен, знаменитый американский педагог и психолог, который считает, что для того, чтобы ребенок что-то осознал, ему нужно даваться определенным ввод материала. Но этот ввод должен быть понятен ребенку, чтобы у ребенка была возможность осознать и вычленить это значение. То, что по-английски называется Comprehensible Input. И на основе этого подхода, вернее, на основе этой теории созданы два подхода. TPS и еще одна ее разновидность TPRS. Это популярнейший подход, который в США используется для обучения детей и родному языку, и языку иностранному. То, что называется полностью Total Physical Responsive Priage. Когда ребенку, например, объясняют новое понятие, ему всячески показывают значение нового слова. Я уверен, что вы много для себя знакомого узнаете из этого подхода. То есть, например, если ребенку говорят, что что-то у нас круглое, лаунд, ему покажут и руками, и на картинке покажут и так далее. А для того, чтобы ребенок это осознал, его просят физически тоже откликаться. Он тоже руками действия повторяет, он рисует и прочее. То есть, длительный период молчаливый, silent, когда ребенок пока демонстрирует понимание действиями, и только потом потихоньку учится говорить. Но, тем не менее, подчеркнем, хотя на этой же стерео дала очень много вручения, тем не менее, на 100% уверенности нет, что это именно так работает. Еще одна теория называется Social Learning Theory. Она заключается в идее того, что дети имитируют речи, речевые модели, и обучаются через имитацию. Действительно, дети постоянно повторяют, повторяют с удовольствием, повторять они любят, имитируют. Но эта теория, к сожалению, опять же, не 100% охватывает все случаи, потому что она, например, совершенно не объясняет, каким образом, если ребенок только имитирует, почему он постепенно учится более сложные структуры речевые использовать, почему язык у него развивается, сама речь у ребенка развивается. Ведь только через имитацию этого добиться невозможно. И есть еще одна теория, Interaction Theory. Ее сторонники считают, что дети овладевают языком через взаимодействие. И, например, ребенок не научится говорить, если он только слушает, например, телевизор смотрит. Действительно, были такие случаи, скажем, описаны в литературе, когда в семье глухонемых родителей родился ребенок с нормальным слухом. Родители с ним общаются на языке жестов. Ребенок легко освоил в течение жизни этот язык жестов с родителями, точно так же освоил его пользоваться. Ребенок смотрит телевизор, он понимает речь, когда к нему обращаются. Но когда он в детский сад или в школу, у него большие проблемы, и в Украине сложно говорить, потому что не было и опыта этого взаимодействия, и, соответственно, его приходится именно обучать говорению. Очень сходные проблемы иногда бывают в классах, когда, например, не очень опытный учитель говорит, недоумевая, никак у меня не привожу, никак у меня дети не заговорят. Что я только с ними не делаю? И книжки читаем, и упражнения по грамматике делаем, и фильмы смотрим, и радиопередачи слушаем по-английски. Они не говорят и не говорят. А здесь причина очень простая. Детей не учат говорению, их учат другим видам речевой деятельности, а взаимодействия в плане говорения как раз и не происходит. Так что вот такие вот моменты. Comprehensive только не импорт, а импорт. Где про это можно найти, это ответ на вопрос Марии Матвеевой. Вы можете попробовать, просто введите в поисковую систему Language Acquisition. И вы увидите, что у вас, вы увидите несколько статей энциклопедических, и много материалов по TPRS бесплатно в интернете есть. Вы можете найти эти материалы, там есть что почитать. Но вот если мы с вами посмотрим на эти теории, о которых я вам рассказал, каждая из них объясняет некую часть того, как ребенка выдевает языком. Но, наверное, хотя стопроцентного ответа нет, но, наверное, процесс овладения языком настолько комплексный, что, по-своему, правосторонники каждой из теорий, и важно очень, чтобы ребенок осознавал и вычленял значение, и надо ему помогать, правда? Важно, чтобы у ребенка была возможность иммунитировать. И вы сами знаете, как много у нас сил и времени уходит на то, что мы просим ребенка повтори. Повтори не так, как я сказал, когда мы в эхо играем, и что только не делаем. И когда взаимодействовать обязательно приходится, потому что если нет ролевых игр, если нет общения на занятии, то это занятие проходит впустую. Поэтому, например, если мы только на занятии учимся стихи, наизусть заучив, мы учимся их декланировать, но это еще не общение, правда же? То есть одна из проблем. Теперь давайте посмотрим, как же происходит развитие. Развитие — это вообще очень-очень комплексный процесс, который в себя включает развитие интеллекта, естественно, развитие когнитивных, то есть познавательных способностей, развитие логического мышления, эмоционально-нравственное развитие, развитие творческих способностей, и я добавлю сюда, еще забыл написать, физическое развитие, конечно же. Вот когда мы все эти сферы развиваем, тогда развитие ребенка идет равномерно. Но тоже ли это самое, чего от нас хочет стандарт дошкольного образования? Давайте посмотрим на стандарт. В стандарте говорится, я поясню для коллег из других стран, которые нас слушают, дело в том, что два года назад в России был утвержден федеральный государственно-образовательный стандарт дошкольного образования, и уже год, как он вступил в силу. Этот стандарт говорит, что основная цель дошкольного образования всего – это развитие ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. Каждый ребенок по-своему развивается, конечно же. И в стандарте перечислено следующее направление развития. Это развитие социально-коммуникативное, то есть это знакомство с нормами и ценностями, развитие умений общения и саморегуляции, чтобы ребенок понимал, когда стоит начинать общение, никогда прекратить, умел держать себя в неких социальных рамках. Это познавательное развитие, то есть развитие интересов, мотивации, познавательных действий и первичных представлений о себе и окружающем мире. И это развитие речевое, когда ребенок воспринимает речь как средство общения, и в том числе и культуры. Здесь как раз идет речь, это очень тесно. Вот этот аспект подходит близко очень к художественному эстетическому развитию. Когда мы говорим о том, что мы закладываем для дошкольников, предпосылки восприятия произведений культуры. Это и сказки, и рассказы, и другие произведения, и картины, и живописи, и прочие вещи. И развитие физической, двигательной деятельности, упражнения. Вот такие вот вещи, направление развития перечисляет стандарт дошкольного образования. Но в стандарте четко говорится, что конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных индивидуальных особенностей детей и определяется целями и задачами программы. Имеется эта программа образовательного учреждения и может реализовываться в различных видах деятельности, то есть и в общении, и в игре, и в познавательной студентской деятельности, как в сквозных механизмах развития ребенка. То есть, посмотрите, стандарт говорит нам о направлениях, но мы с вами абсолютно вольны и свободны выбирать, каким образом мы ребенка будем развивать. Но я думаю, что вы согласитесь, если вы посмотрите на эти направления перечисленные, у них границы очень размиты. Потому что, например, социально-коммуникативное развитие, но коммуникативное и развитие речи, они очень тесно связаны. Правда? Потому что не может быть коммуникации полноценной, если ребенок не овладел речью в том или ином объеме. Даже если ребенок, например, не умеет, не может говорить вообще, он может знаками показать, объясниться. Здесь я имею в виду детей, например, немых и так далее. Трудно говорить о художественно-эстетическом развитии, если не происходит развитие познавательной сферы. Потому что для того, чтобы художественно-эстетическое восприятие развивать, нужна мотивация и интересы и прочее. Поэтому крайне сложно здесь все это развести. И правда же? Пойдемте дальше. Я попытался сделать некую табличку, в которой попробую свести воедино. Способы развития ребенка. И направление развития ПАВГОС. И я думаю, что вы согласитесь, что для каждого из направлений развития ПАВГОС требуется сочетание самых разных способов развития. То есть посмотреть, для социально-коммуникативного развития развития интеллекта нужно? Конечно, нужно. Развитие когнитивных способностей, то есть познавательных, нужно? Ну, еще бы. Эмоционально-нравственное развитие нужно? Конечно, потому что эмоции требуются в общении, так же, как и умение их сдерживать. Развитие словарного запаса? Безусловно. Точно так же можно и про речевое поговорить, и про прочее. Пойдемте дальше. Как же можно организовать занятия, развивающие английским языком? Особенно в той ситуации, когда руководители образовательных учреждений очень часто не хотят с этим связываться или бояться. Они говорят, а у нас не предусматривает программа. Кто нам разрешит заниматься, например, они говорят. Вообще, нужно четко для себя понимать, что занятие английским языком способствует, во-первых, развитию слуха, правда же? Потому что фонематический слух еще не развит, и это приходится развивать. Развитие речевого аппарата. И вот здесь очень сложный момент. К сожалению, как мне говорят коллеги, которые работают с дошкольниками, они очень нередко встречают оппозицию обучению английскому языку в лице логопедов. Коллеги, скажите, пожалуйста, есть среди вас кто-то, кто сталкивался с нежеланием логопедов тому, чтобы вы обучали детей английскому языку? Вот, есть уже такие. Я объясню, почему логопеды против. Логопеды говорят так. Ребенок еще на родном языке, или речевой аппарат еще неустойчиво поставлен. А вы тут... Иностранные звуки давать, а он не сможет. И вы знаете, проблема вот в чем бывает. Вот родители против, кто-то говорит нет. Но часто очень бывает. Проблема вот в чем на самом деле. Это не потому, что логопеды в принципе против, или есть какие-то запреты на изучение иностранных языков. Таких запретов нет и в принципе быть не может. Проблема в том, что логопеды не понимают, как вы обучаете английскому языку. Действительно, если только опираться на имитацию, то есть говорить ребенку, слушай и повторяй, и вот он как сможет, как Бог на ночь положил, так он и будет повторять иностранные звуки, то тогда можно очень сильно испортить и развитие родной артикуляции, артикуляции на родном языке и на иностранном. Хотя бы по тем причинам, что нету в родном языке, в нашем русском, таких звуков, которые есть в английском. Например, the, the, есть звуки похожие, которые произносятся похожие, но артикуляция опять же отличается. F и V – это губно-зубные звуки в английском языке, а в русском языке губно-кубные. Правда же? Они по-другому звучат. Есть звуки, которые, где органы речи по-другому поставлены. И беда в том, что если просто просить ребенка имитировать, то ребенок будет говорить, как получится у него. Он будет подставлять родные звуки, они в нем будут смещаться, плыть и действительно развитию помешает. То, о чем не забываются логопеды, это то, что учитель иностранного языка обращает огромное внимание как раз на постановку правильной работы органов речи. И мы постоянно сопоставляем это с родным языком. Правда? Мы, например, говорим, мы когда по-русски говорим «т», у нас где кончики языка, мы говорим детям «у зубов». Правда? А когда мы говорим «т» английское, мы куда кончики языка ставим, мы его ставим вот туда-то. И мы постоянно проводим этот контраст. Показываем. Поэтому это очень важный момент. Вот Гульнара пишет, у нас садуга... Логопед умится только «за». И это действительно здорово. Ольга Грахольская пишет, в английской школе, куда отдала ребенка, также учителя были против занятий языком до школы. Но здесь разные проблемы бывают. Вот хорошо у нас коллега пишет под псевдонимом JLK, пишет, на школу логопеда второе образование, как раз проблем нет. Вот это действительно здорово. Когда логопед понимает, как занятие строится, вопросы все снимаются, потому что мы на самом деле облегчаем его работу. Я из своего опыта скажу, правда, не из опыта преподавания, из жизненного опыта. Я лет до 7, по-моему, звук «Р» произносил плохо. Меня вводили к логопеду, что мне абсолютно ничуть не помешало сейчас говорить нормально по-русски, четко. У меня свободный английский, тоже достаточно качественное произношение. И у меня вполне неплохое французское произношение. А в каждом из этих языков произносит совсем не так, как в остальных двух. То есть ничуть не помешали занятия иностранным языком, ни потом в более зрелом возрасте. Все только, наоборот, помогало. Это зависит от того, как обучать, конечно. Развитие абстрактного мышления, это тоже занятие иностранным языком, потому что язык — это очень абстрактная сфера. Такие занятия способствуют формированию. Формирование чего? Во-первых, умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, и знание об окружающем мире. Конечно же, знание социокультурных аспектов общения. Конечно же, не только на занятиях английским языком мы развиваем такие вещи. Потому что занятия английским языком дают возможность, как и занятия в других предметных сферах, развивать моторику и мелкую моторику. Мы сейчас начнем смотреть на предметы, на примеры, я прошу прощать буквально пять минут еще потерпите, возможность физического развития, художественно-эстетического развития, познавательного развития. А вот теперь давайте посмотрим. Да, про организацию. Что еще забыл сказать, но презентация мне напоминает. Организовывать развивающие занятия английским языком для дошкольников можно двумя способами. Во-первых, это непосредственно образовательная деятельность, когда в программе образовательных учреждений это стоит либо кружковой образовательной деятельности, когда идет кружок в детском саду, например. Длительность занятий регулируется санпином. Перед вами сейчас есть ссылка на его название и номер санпина, где говорится о том, сколько должны занятия длиться и в каких условиях протекать. Но если вы приходите к администратору образовательного учреждения, говорить, давайте сделаем кружок или давайте сделаем занятие по английскому языку, потому что многие родители этого хотят сейчас. Администратор начинает говорить, ой, у нас программы не предусматривают, а как мы это сделаем, если этого в программе нет и так далее. Коллеги, в АВГОСе есть очень четкая информация на этот счет. Это к требованиям к организации образовательного процесса. Там говорится о том, что рабочие программы образовательного учреждения состоят из двух частей. Из части обязательной, которая составляет не менее 60%, но 40% это почти половина времени. Вы думаете, 40%? Огромное количество просто. Состоит из части, формируемой участниками образовательных отношений. Поэтому вполне возможно такие занятия включать в программу, именно опираясь на стандарты. Ничего не только не нарушая, но и делая родители счастливыми. Я очень коротко скажу, на примерах каких книг и пособий мы будем с вами смотреть на приемы развивающего обучения на языке английским языком. Это примеры курса «12 шагов к английскому языку». Курс это для детей 4-6 лет. Автор доктора педагогических наук профессор Радислав Петрович Миллуд. И Наталья Александровна Юшина это опытный преподаватель, который занимается и с дошкольниками, и со взрослым, причем с дошкольниками занимается даже по скайпу. Наталья Александровна проводила у нас уже вебинар, видеозапись этого вебинара, доступный для просмотра. И вы можете увидеть там фрагмент как раз занятия здесь с девочкой 5 лет по скайпу. Я, честно говоря, пока сам своими глазами не увидел, я никак не мог понять, как же можно с таким крохотным ребенком занять иностранным языком по скайпу организовать. А там есть это, можно посмотреть. Затем книги «Стихи и загадки». Это книги тоже для детей 4-6 лет. Их автор – преподаватель английского языка из города Красноураль, Свердловской области, Юлия Геннадьевна Курбанова. Это книги с мобильными приложениями. У нас сейчас вышло 7 книг моего авторства. Но у нас готовятся еще книги к выходу. Там будут авторы, слава богу, и другие. Поэтому я здесь не пишу свою фамилию. Но вы увидите пример из этих книг. И, наконец, книги серии «Развивашки». Давайте-ка мы на них посмотрим. Итак, курс «12 шагов к английскому языку». Буквально два слова скажу про каждое из этих серий. Это современный отечественный развивающий курс для детей 4-6 лет. Он составит из 12 частей. По 4 части на каждый год обучения. И плюс программа курса. Это отдельная книга. Рассчитан на 35-36 занятий в год. И он включает в себя истории, сказки, комиксы, игры, раскраски, карточки, обучающие играми смартфонов и планшетных компьютеров. К книге прилагается прямо вот в упаковке полиэтиленовый идет аудиодиск с аудиоприложением. Тексты на английском. Рифмовки особенно читает англичанин. Тексты на русском языке, поскольку там есть рассказы, сказки, которые вводят ситуацию в контекст. Читает преподаватель МГИМО с очень хорошим английским языком. И так далее. И курс одобрен специалистом Института детства РПГУ Бнигерцин, Санкт-Петербург. Мы будем смотреть на примеры. К счастью, к нам подключился Радислав Петрович Мюрт, автор этого курса. Замечательно, у вас отличная возможность пообщаться и задать вопросы. Вот уже коллега пишет. Почему остальные шаги задерживают сыр? Ждем, ждем, ждем. Шаги с 5 по 8 выходят в августе. Они уже отправлены в типографию. Ждем их со дня на день из типографии. Я надеюсь, что на следующей неделе, либо в последний декабрь в август, они уже будут в продаже. Части 9 и 12 выйдут осенью. Они будут выходить не одновременно все четыре, а постепенно. Я полагаю, что с октября по ноябрь они выйдут и выйдет рабочая программа курса. Как раз. Каждый он, как я говорю, включает в себя под одной обложкой книгу для ребенка, там же под той же обложкой книгу для воспитателей и родителей с поурочными рекомендациями. Понятно, что это книга для учителя фактически. Что там может быть полезного для родителей, чтобы родители посмотрели и поняли, чем занимались на этом занятии. Плюс там же разрезные карточки для игр, которые можно и дома использовать. Там же пазлы, там же маски для ролевых игр, там же аудиоприложения. И сзади на обложке QR-код, по которому можно скачать бесплатные обучающие игры к каждому разделу игры для мобильных устройств. Вот такие вещи. Посуды с мобильными приложениями. Они нужны для того, чтобы познакомить детей в контексте с английской лексикой по самым важным темам для каждого возраста. Они помогают в увлекательной форме научиться понимать английские слова на стух и использовать их в речи. То есть вот та самая проблема не только понимать, но и говорить. Они закладывают основы графики, потихонечку начинаем готовить руку к письму и развивают мелкую моторику. Вот книги, которые вышли уже с мобильными приложениями. Это книги «Учимся считать цвета, игрушки, времена года, что говорят животные, что говорят птицы, я умею». Я в конце вебинара скажу, какие еще книги в этой серии готовятся к выпуску в этом году. И серия книг «Стихи и загадки» автор Юрия Геннадьевна Курбанова. Здесь, в этих книгах, дети знакомятся с окружающим миром и изучают самые полезные английские слова. «Стихи и загадки» даются на русском языке. Это как стихи, договорки, загадки, договорки. И оканчиваются в рифм английским словом. А материалы для раскрашенных поделок помогают запомнить значение новых слов. Все тексты книг озвучены, аудиоприложение можно скачать бесплатно. Поэтому, в принципе, эти книги могут использоваться родителями даже без знания английского языка. Вот книги, которые вышли. Это пять книг «Стихи и загадки о цветах», «Стихи и загадки о животных», «О птицах» и «О морских жителях». И, наконец, серия «Развивашка». Само название, как вы видите, говорится. За себя книги для развития детей предназначены, включая развитие кругозора, развитие памяти, внимания, логики, пространственного мышления, мелкой моторики, художественных способностей. И могут использоваться в детсадах и дома, и позволяют попутно запомнить новоамильские слова. Ну что ж, я вам сейчас только что наобещал кучу всяких направлений развития, что в этих книгах есть. А давайте мы теперь посмотрим, что же там есть, как это помогает, способствует развитию, за счет чего это работает. Чтобы вы могли объяснить родителям, объяснить администрации. Если у вас частные курсы, все равно это нам самим надо понимать. И в любые отчеты включить, если необходимо. Либо по-другому, как-то построить ваш курс обучения таким образом, чтобы всеми сильными сторонами, которые для вас уже есть и заложены в эти издания, вы могли использоваться. Воспользоваться, чтобы жизнь была легче, работы эффективней, мне надеюсь, поинтереснее была бы. Вот эти книги-развивашки. Птицы, животные, жители подводного мира, игрушки и цвета. Точно так же. Ну теперь давайте посмотрим. Итак, про направление развития. Еще раз вернемся. Можно ли книги скачать в электронном виде? Нет, в электронном виде книги скачать нельзя. Их можно только купить на бумаге. А в электронном виде вы можете скачать в мобильных приложениях. Каждому разделу книг «12 шагов к английскому языку курса» и их книгам с мобильными приложениями. Эти приложения бесплатные, можно им пользоваться. Я скажу, где их скачать можно. Итак, направление развития. Еще раз. Интеллектуальное развитие. Для чего оно происходит? Для чего оно организовывается? Его цель – мобилизация интеллектуальных ресурсов для повышения эффективности обучения. Здесь работают хорошо задания на выявление закономерностей и связей, включая причины следственных и логические, почему так произошло, что случилось раньше, что случилось потом. Отношение явлений, работа с символами и знаками. И они развивают умения анализа, синтеза, обобщения информации. И эти умения лежат как раз в основе гибкости мышления и творчества. Развитие происходит здесь с помощью соответствующих заданий, дидактических, ролевых игр. И все вместе это развитие идет комплексно и способствует формированию целостной картины мира. Давайте посмотрим на эти примеры. Сначала пример из книги «Развивашка. Игрушки». Вот посмотрите, первые самые страницы. Мы открыли. Я сейчас увеличу слайд. Если будет крупный, я его уменьшу. Давайте посмотрим. Я вам скажу, что за задание, а вы мне скажите, пожалуйста, исходя из вашего опыта, для какого возраста это задание подойдет лучше всего. Задание следующее. Первое. Восстанови рисунок, соедини точки. Вот мы здесь соединяем. Как ты думаешь, о чем эта книга? То есть ребенок дорисовал. Тут специально прозрачная. Сделано для того, чтобы была опора. Три-четыре года, четыре-пять. Вот кто-то пишет пять-шесть. А я не зря на стандарт сала. Спомните, в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка. Дети действительно очень разные. Поэтому кому-то и в три хорошо, кому-то в четыре, кто-то пишет пять лет. Мы пишем, что развивашки у нас где-то с четырех-то шести лет. Но кто-то и в три нормально сможет использовать. Правда же? Следующее задание. Как ты думаешь, что скрывается под знаком вопроса? Нарисуй. Вот у нас здесь кружочки со знаком вопроса. И можно подрисовать. Здесь правильного ответа стопроцентно не то. Здесь дается возможность ребенку пофантазировать. Ну, смотрите, ребенок уже анализирует. О чем эта книжка? Посмотри, здесь самолетик, воздушный шарик, паровозик, зайка, медвежонок, велосипед и так далее, кукла. Что это такое? Это все игрушки. А какие игрушки еще могут быть на полке? Что мы еще можем нарисовать? И здесь каждый ребенок для себя может нарисовать. То, что он посчитает правильным. Правда же? А вот пример задания, которые стимулируют мышление. Это тоже из развивашки игрушка. Игрушки, посмотрите, опять же, средние точки и раскрась картинку. Как ты думаешь, что скрывается под знаком вопроса? Нарисуй. Вот это задание простое, но что мы видим? Девочка, кроватка игрушечная. Значит, в кроватке, скорее всего, что может быть? Да, вот причина, следственная связь, как комментирует Мария Матвеева. Я прошу прощения, что без отчества. Вот как написано, так и читаю. Кукла, конечно же. Дети догадаются. Но для ребенка это не такая простая задача. Кому-то из детей, особенно в 3 года, придется напоминать и объяснять. Сказать, обратив внимание вот на это. Обратив внимание вот на то, правда? А потом посмотреть, раскрасить вторую половинку картинки. Здесь у нас и художественное развитие идет и прочее. Как вы считаете, вот такого рода задания помогают стимулировать мышление у ребенка? И нет предметных связей, как пишет Елена Александровна Павленко, конечно же. Помогают. Причем они нечрезмерно трудные, ребенок не устанет от этого. И к ним можно возвращаться периодически. То же самое пример из развивашки игрушки. Помоги поезду приехать не в вокзал. Здесь уже развитие внимания. Вот эти вот игры всячески, как лабиринт, дети любят. Он не сильно трудный. Вполне смогут поработать с этим. А потом дальше опять же развитие мышления. Как ты думаешь, что скрывается под знаком вопроса? Нарисуй. Железная дорога. С чем мальчик может играть? Кто-то скажет, паровозик, кто-то поезд. Пусть дети рисуют. Объем книжки, вернее, размер книжки большой. Это книга формата вот такого А4, как арбонный лист. Поэтому там есть где порисовать. И это не маленькие, не крохотные картиночки. Ребенок может рисовать в свое удовольствие. Мы помогаем детям знакомиться с окружающим миром. Посмотрите. Это пример из книги «Стихи. Загадки о животных». Детям не просто дается слово «хос» и «картинка». Но детям объясняют существенные признаки этого животного. То, что ребенку понятно. Вам прочитают стихотворение. Сено целый день жует. И гу-гу она поет. Причешу ей гриу гладко. Как мила моя лошадка. Дам ей яблоко, овес, по-английски лошадь, хос. Простое стихотворение попадает в рифму. Ну, посмотрите, вроде бы все просто. Ну, во-первых, мы объясняем, чем питается лошадь. Сено, яблоки и овес. Правда? Какие звуки она издает? И гу-гу. Мы говорим, что они не волосы, а гривы называются. То есть, существенные признаки вот в этих шести строчках уже даются. Вроде бы все просто. А затем у нас идет, как говорят в стихотворении, досказка. У нас идет загадка, в которой опять же признаки перечисляются, но уже в контекст знакомый ребенку сказочный вписывается. Скачет быстро, что есть моча. Поскорее домчаться хочет. Развиваются и гривы на лету и хвост, и грива. В самках едет Дед Мороз. Учитывая к детишкам. И ребенок, либо сам, либо с помощью родителя-воспитателя-взрослого, может сказать слово хвост. А потом идет задание. Помоги художнику докрасить рисунок. Даже формировка заданий настраивает на сотрудничество. Не просто докрась, а помоги художнику. Маленький помощник. Правда? Вот Наталья Эдуардовна пишет. Мои ребята обожают такие стихи даже в нашей школе. Конечно, эти стихи вполне смогут работать. Обратите, пожалуйста, внимание, здесь английских слов немного. Правда же? То есть, вот оно, это занятие. Английских слов здесь немного, но тем не менее, это по 10 слов на книгу. Книжка небольшая. Но тем не менее, все равно дети эти слова запоминают, но в значимом контексте и знакомятся с окружающей средой. Довольно простые вещи и полезные. Правда же? Вот Мария говорит, я старшими загадываю на перемене, не просили еще и еще. Действительно, я специально, когда мы решали, как оформить обложку книги, мы не стали писать, что для детей 4-6 лет. Вы уже знаете, дети в начальной школе, какие-то дети 6 скажут, ой, это для малышни, но это уже взрослые, но это не будем брать. А вот если написать от 4, там 4 плюс поставить, то сразу понятно становится. Правда? Очень важный комментарий. Маленькие дети отдельно часто не выделяют слова, запоминают в контексте. Конечно, потому что ребенку важна, у него пока еще задача, он осмысляет окружающий мир. И с этим он работает. Давайте я вам еще покажу. Такие стихи и загадки, только стихи и загадки о цветах. Посмотрите, слово ряд как водится. Красный цвет всегда в почете. Всюду вы найдете цвет томатов и клубники, вкусные спелые земляники. У меня велосипед тоже красный, значит, red. То есть объяснили, что бывает красным цветом, посмотрели на это все. А затем пошла загадка. Цвет клубники и томата. А и заката, прошу прощения, прожектора в лицо бьют, но очень видно хорошо. Итак, цвет клубники и заката. Помидоры и граната. Он говорит, идти опасно. И ребенку это ясно. Угадайте, что за цвет? Ну, конечно, это red. Вот такие вещи мы добавили еще. Обратили внимание на детей, на то, где еще этот цвет встречается. А затем просят докрасить эти предметы. И у нас стрихами показано, в какой цвет докрашивать. Это коротенькое занятие. Вы это можете даже на перемене делать на уроке, если вы в школе берете эту книжку. Но с дошкольником, помните, у нас же от возраста зависит литность занятия. 15 минут вполне с дорисовкой. 15-20 минут получится. Поэтому эту книгу можно либо в дополнение использовать, либо как самостоятельно для маленьких загадок. А вот еще пример, как мы развиваем умение сравнения у детей. И это книга с мобильным приложением I can. Здесь сюжет такой. У ребенка есть друг лебедь. У детей ведь часто бывают любимые игрушки, правда? У кого-то это тигренок, у кого-то это утенок, у кого-то это овечка, собачка и так далее. Котенок, щенок и прочее. И ребенок здесь рассказывает про то, что он любит делать, что у них похожего с другом, и что отличается. То есть, посмотрите, мы детям говорим swim, показываем жестами swim, что делать, плавать. А затем ребенок рассказывает про своего друга и про себя. So one can swim. I can swim too. But so one can swim very fast. Мы это все по-английски рассказали. Опять же, есть отдельное аудиоприложение, которое можно скачать. Показали, разобрались. Причем, посмотрите, у нас очень однотипное здесь предложение. Сначала swan can и глагол идет, то есть дети на протяжении всей книги это запоминают. Потом ребенок про себя говорит, а потом идет существенный признак, который отличает. И посмотрите, и вот здесь внизу слова, мы их пока еще не ручкой пишем, здесь не зря рука. Мы рисуем пальчиком, учимся обводить. Мы только готовим руку детей к письму. Мы еще буквы не изучаем, мы только слово по силу это учимся запоминать. И здесь и отдельно слово swim сопоставляем и swim fast как слово сочетание. Вот такие вещи работают. Пойдемте дальше. Мы учим детей выделять существенные признаки. Вот пример из книги Seasons. Посмотрите, здесь опять маленький рассказик на каждом развороте про каждое время года. Summer, например. It is summer. It is hot. The trees are green. I like to swim in summer. I like to swim in the river. I like summer. Простой рассказ. Здесь у нас везде синтаксический параллелизм. Помните, университет, что это означает? У нас абсолютно одинаковая синтаксическая конструкция. Первые три предложения на каждом развороте у нас всегда с глаголом to be. И они описывают это время года. То есть говорится название, время года, погода и существенный признак. И затем, что дети любят делать. У меня кто-то сегодня утром спросил на вебинаре, говорят, а вот почему-то swim, а не swimming. I like swimming. Например, в учебнике Мерфи дается I like плюс герундий. Вы знаете, я начал говорить про частотность, про то, что оба варианта возможно неравнозначны. На самом деле, есть ответ еще более простой. I like swimming – это не только я плавать люблю, но я люблю плавать, например, смотреть перед телевизором, сидеть. А I like to swim – это я люблю этим заниматься. Только всего. У меня-то идея была такая, чтобы дети четко понимали. У нас есть глагол to swim, и после него может быть дополнение. Мы еще не объясняем, конечно, такие вещи детям, но у них на уровне фраз уже прямо общими клише все это определяется. И посмотрите, мы показали сама, мы объяснили, что такое ход. Видите, у нас термометр, ему жарко. Учились прописывать слова ход сама, а потом у нас есть вот такие вот тренировочные задания. Посмотрите, чуть-чуть повыше подниму. Мы учим детей сопоставлять. Это только один из разворотов задания. Надо соединить. Еще раз напомню, дети пока еще не читают эти слова, они их просто учатся узнавать. Потому что, конечно, слово hot по силу от warm отличить легко. Cold от cool посложнее, но все равно D и L выглядят по-разному. Детям можно показать, например, cold, hot, cold, warm, и так далее. Можем показать на картинке. Где что обозначает. И на термометре. Термометр у нас тоже нарисован и персонифицирован так, чтобы дети могли все это разобраться. И просим детей соединить термометр с картинкой и со словом. Довольно простые вещи, но так у нас и получается. Конечно же, мы не только рассказываем детям в окружающем мире, но мы формируем определенные отношения. Вот пример из курса «12 шагов к английскому языку» из части первой. Это занятие называется «Delicious porridge». Детям объясняют не только, как на завтраке называются продукты, но у них формируется отношение. И сами знаете, какая жуткая проблема бывает, когда один ребенок одно не ест, второй не ест, второе кому-то морковку не давай, кому-то лук, кому-то зелень ни в коем случае, кому-то кормит только сладостями, он счастлив, а ничего другого он не ест. Это очень большая проблема, как сформировать правильные привычки. А вот так вот, в том числе и с помощью наших пособий. Вот здесь детям сначала, и посмотрите, как дается информация, как она отрабатывается. Сначала дети слушают маленькую историю про завтрак. И вот то, что дается на завтрак героям этой книги, близнецам Сандре и Александру. И мы слышим, как все это называется по-английски. Это первое задание. Послушай и повтори. то есть пока на уровне имитации. Следующее задание. Послушай и расскажи. Дети слушают историю, и затем на уровне, называя слова сами, они ее пересказывают, просто показывают на картинке, называют. потом у них идет отработка ритма и произношения. Повтори. Здесь у нас райн, стишок. Например, Eat your porridge, drink your milk. Breakfast food is very good. Такой простой. Дети любят запоминать разные стихи, они как маленькие магнитофончики, услышали пару-тройку раз, да еще, когда их просят повторить быстрее, 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 несколько раз повторили. Они это все запомнили очень хорошо. И с этим можно работать точно так же, как мы работаем с чантами наук английского языка. И после этого у нас выполнено задание и скажи, у нас есть то, что мы едим на завтрак, и нужно вспомнить, как это называется и назвать. Затем, смотрите, продолжается закрепление материала, но уже в контексте. В другом. У нас есть наши другие персонажи, сказочные приключения. У нас есть кошка Китти и собака Чарли. И мы здесь учим детей отличать хорошее от плохого. Например, кошка предлагает Чарли Eat chips. А он говорит No, thanks. Затем она говорит Eat porridge. Помните, мы перед этим говорили, что porridge это delicious, это хорошо. Eat porridge. И Чарли соглашается Yes, thanks. Он говорит Delicious porridge. Кошка предлагает Drink milk. Чарли соглашается, берет, говорит thanks. После этого дети раскрашивают картинку, называют предметы. И затем идет закрепление через подвижную игру. У нас есть эти карточки, они вырезаются. Не отсюда, конечно, из специального раздела в книге. Мы показываем детям еще раз, скажем Tea, an apple, porridge, an egg, juice, milk и так далее. Затем мы эти карточки прячем в комнате и получили просим детей. Например, bring me tea. И ребенок бежит, ищет эту карточку, приносит. Если он правильно принес, мы говорим Yes, well done. Tea. И всем еще раз показываем. Если ребенок ошибся, мы говорим No, it is not tea. It is называем, что это такое, и говорим Try again. Снова просим. То есть у детей и двигательная активность, и они еще раз соотносят название слов с изображением предметов, они их на слух понимают, они приносят, а ребенок за ним повторяет. Мы показали Tea. This is tea. Well done. We beat after me. Просим всех повторить. Tea. И дети все еще раз повторили. А потом, это первая книга, первое занятие, а потом у нас микродиалоги уже начинают происходить. То есть вот такой способ закрепить материал. Я сейчас посмотрю на ваши вопросы, комментарии в чате, постараюсь ответить, а затем перейдем дальше. Итак, сколько времени в среднем занимает, чтобы дети смогли запомнить такое количество слов? Сколько занятий? Спрашивает Наталья Эдуардовна. Наталья Эдуардовна, здесь дело в том, что эти слова, они постоянно повторяются, повторяются и повторяются. В принципе, вот это вот занятие здесь зависит от того, как у вас длительность будет. Его хорошо бы разбить, может быть, на две части, если у вас дети не очень пока привыкли заниматься английским языком. Действительно, первая книга самая. Например, до комиксов с Китти и Чарли. Первая часть занятия, дети разошлись, поиграли, потом продолжаем на другой день. А начиная с комикса, это вторая часть занятия. Но потом мы к этим словам будем возвращаться на протяжении всего раздела. Они будут у нас повторяться, новые слова по чуть-чуть будут добавляться, то есть, эта работа идет. Вот Ринслав Троич комментирует тоже. Что-то еще пишет. Кто-то пишет, в состоянии кризиса очень актуально. Я полагаю, вы имеете в виду стоимость книг 139 рублей или 138. Одна книга этого курса стоит. Это включая аудиоприложение, это включая книгу для родителей и воспитателей, то есть, по урочной плану, который там же под той же обложкой. Включая все карточки, все маски и так далее. Что еще? Пойдемте дальше. Вот Лариса Викторовна, пишет, замечательное развивающее занятие. Спрашивает ли, началась Тараса, 12 шагов для апробаторов. Началась, я про апробацию скажу еще. Как еще мы развиваем, что еще? Эмоциональное развитие. Это очень важно. Это нужно для того, чтобы поддержать память и внимание через положительные эмоции от урока, потому что, когда у ребенка эмоции положительные, он запоминает легко все. Какие средства и способы? Занятие, задание на определенные эмоции, чтобы ребенка спросить, а кошечка довольна или не довольна? А Сандра и Алекс довольны или нет? Они радостны, они печальны, почему? Объяснение причинной связи. И эмоциональное развитие проходит обычно три этапа. Первый этап это развитие опыта эмоционального реагирования на забавную и радостную ситуацию. Одна из проблем с маленькими детьми это то, что они не знают, как отреагировать очень часто. Иногда говорят, ой, какой капризный ребенок, он плачет и плачет. А там проблема не в том, что ребенок капризничает, а в том, что он не знает, как еще привлечь внимание. Я вчера в интернете прочитал, одна мама рассказывает, вот разница как раз, мир ощущений ребенка. Ей сын рассказал, в детском саду есть девочка, она мне так нравится, так нравится. Я хотел ей на тихом часе подарок какой-нибудь сделать, но ее кровать была от меня далеко, поэтому я в нее просто плюнул. И все. Ребенок так попытался, как умеет привлечь внимание девочки, к сожалению. Я думаю, что из детства вы вспомните, как мальчишки вас из-за косички дергали и прочее. Это не потому, что они обидеть хотели. Они просто, говорю, сам как бывший мальчишка, теперь уже взрослый мужчина. Они так внимание пытались привлечь. Не умеют они пока эмоционально реагировать. Еще этому надо учить. Второй этап это развитие эмоциональной экспрессии, чтобы они учились выражать свою эмоцию. Это работает через игры, через эмоционально окрашенные речевые ситуации. И, наконец, третий этап это овладение словесными обозначениями эмоций. Пойдемте, посмотрим теперь на примеры. И, конечно же, эмоциональное развитие способствует повышению мотивации ученика. Вот, посмотрите. Казалось бы, довольно простая задача. Учим детей считать. Это из книги Let's Count книга с мобильным приложением. Ну, посмотрите. Можно совсем по-разному учить детей считать. Можно показывать таблички с цифрами. Можно давать счетные палочки. Мы абсолютно одном и том же предмете учимся считать. Правда? А мы им делать вот так. Погружать ребенка в контекст ситуации. Дать простору воображению, дать ребенку порадоваться. Мы детям говорим four. Four. Показали цифру. А потом у нас есть история, в которой участвуют огурцы. У нас здесь все посвящено фруктам и ягням. Мы заодно повторяем эти слова. Посмотрите. Используют скакчант. Four cucumbers. One, two, three, four. Four cucumbers. Four green cucumbers. Green. Green cucumbers. Four short green cucumbers. Short green. Показали. После этого следующее задание. То есть, видите, у нас огурцы развлекаются, пускают мыльные пузыри, веселятся детям. Эта ситуация знакома. Но эта ситуация забавная. Как же так огурцы могут мыльные пузыри пускать? Вот такая картинка. Потом дети просят посчитать уже. Картиночка задания покажи. Помнили про знак символических средств? Их тоже надо осваивать ребенку. Мы говорим four и просим, чтобы он показал, на какой картинке у нас four. После этого готовим руку к письму. Потихонечку. Мелкая моторика. Развитие графики. Дети учатся слово for. Рукой провести пальчиком. А затем раскрась. Но он не просто раскрашивает. Вот они у нас четыре этих зеленых огурца. Ребенок раскрашивает эту картинку. А мы повторяем. Four. One, two, three, four. Green. Green color. Green. Cucumbers. Cucumbers. A cucumber. Cucumbers. Four cucumbers. Повторяем. Вы знаете, утром на вебинаре одна коллега задала вопрос. Она говорит, вы знаете, у меня часто родители бывают против поделок и раскрасок. Я говорю, почему? Она говорит, они считают, что это трата времени. Как объяснить родителям, что это важно, нужно и полезно? Ответ очень простой на самом деле. Если мы детям по-русски говорим, взяли карандаши, теперь все давайте-ка раскрашивать, это не очень полезно для занятия языком, хотя это, конечно, полезно для развития ребенка. А вот если мы детям говорим по-английски каждый раз одни и те же фразы «Take color pencils». «Color the picture». Если нам что-то надо вырезать, опять по-английски делаем, сопровождаем действия, «Cut out the picture». «Fold the picture». «Show me the picture». То у детей расширяет спассивный словарный запас. Этот прием и в начальной школе хорошо работает, и этот способ для вас повторить много-много раз еще работая с детьми те самые слова, которые вы в течение занятия выучили и освоили. А вот пример другой ситуации из той же книги. Здесь мы даем цифру «7». Точно так же работаем. «7». «7» показали на цифру. Посчитали. «One, two, three, four, five, six, seven». И говорим «seven mushrooms». «Seven white mushrooms». «Seven round white mushrooms». Комментируем. Дети действительно долго раскрашивают, вот правильно комментируют. Но даже если они долго раскрашивают, ничего страшного. Это все равно идет в занятие. Они повторяют эти слова. «Если вам не жалко, тратите время». «Хорошо». «Если вам жалко, начните раскрашивать на занятии. Занятие кончилось, пусть раскрасят дома». «Тоже не проблема». Правда же? И затем мы просим показать «seven», где здесь у нас находится слово «seven». отбили руками, еще раз посчитали и раскрашиваем. Вот такие вещи. Я думаю, вы согласитесь, что картинка, она везде эмоционально определяется. Вот здесь грибы испугались, дождя дыбут прятаться, там у нас кто-то развлекается и прочее. И детям действительно очень нравится и раскрашивать, и прочее. Есть дети неспешные. Это темперамент такой. Они медленно, тщательно раскрашивают. Есть ребенок, который взял карандаш в кулак, чуть-чуть подвигал. Не зря у нас одна из основных задач в 3-4 года, чтобы ребенок в контуры попадал, за них за пределы не выходил. Сделал, покрасил и так далее. Кто-то пишет, «Я взял для первого класса 12 шагов». Замечательно, как раз расскажите. Кто-то говорит, для началки простовато. Ну, опять же, все зависит от детей. Есть и первый класс, правда? И не обязательно для началки это используется как основной. Как дополнительное пособие? Почему бы и нет? Оно может сработать. Оно очень детей словесно выражать эмоции. Опять же, пример из книги «12 шагов к английскому языку», часть 3. Посмотрите, одеваем куклу. Мы говорим про одежду. Посмотри, послушай и повтори. Мы слушаем историю и узнаем через историю, как называются эти предметы одежды. Затем послушай и расскажи. Девочка одевает куклу, говорит, «Good jazz». Потом, «Repeat». Пошла отработка. Здесь было на уровне слова, тут в простых предложениях. Опять у нас дается рифмовка. «Here is a dress for my beautiful doll. I have many dolls, and I like them all». Потом мы учим детей различать, какая одежда для мальчиков. Мальчиков какая для девочек. Вот у нас картинки, выполни задание и скажи. Дети эти картинки раскрашивают и говорят, как одеть мальчика и девочку. А после этого опять у нас Чарли и Китти. И посмотрите, у нас целая история. Они примеряют новую одежду. «Good jazz». «Good hat». «Beautiful dress». «Beautiful hat». А то, знаете, дети иногда до старших классов дорастают в школе, кроме «nice». Никакие другие слова не любят употреблять. «Beautiful kitty». «Handsome Charlie». «Pretty kitty». Китти поскользнулась в длинном платье. «Pardard» говорит, «Help me». Чарли ей помог, он говорит, «Thank you». А он не отвечает, «Not at all». То есть вот такая вот история. Потом дети раскрашивают платье, опять называют, и игра с карточком, как я уже говорил. Играем в прятки, в детективов, ищем эти карточки и так далее. У нас несколько используется таких вещей, разных игр в курсе. Еще одно направление развития это развитие чувственного восприятия, то, что по-английски называется «sensory development». Оно, конечно, тесно связано с интеллектуальным развитием, потому что, вы помните, еще Сухамлинский говорил, что ум ребенка находится на кончиках его пальцев. Пока у него моторика не разовьется, в том числе и чувственное восприятие, интеллект развивается не очень быстро. Как это связано с интеллектуальным развитием? Ну, то есть синтез информации, восприятие целого по признаку. Очень популярное упражнение выполнить. Приносим мешок, кладем на него игрушки, ребенок руку запускает, ощупывает игрушку, пытается отгадать, что это такое. Правда же? Анализ информации, развлечение отдельных признаков целого, когда с закрытыми глазами ощупываем, пытаемся догадаться тоже, развитие мелкой моторики и прочее. Это все основы поисковых способов ориентировки. И цель здесь как раз обеспечить возможность развития детей с различными познавательными стилями и особенностями восприятия. Поэтому у нас обязательно и аудиоприложение есть, для детей аудиалов и истории, и идеологии и прочее. У нас обязательно для детей визуалов, большинство все-таки визуалов в этом возрасте. У нас очень много... и для детей, которые моторикой, кинестетиков, у них обязательно и раскраски, и поделки, и прочее, и плюс подвижные игры, занятия и так далее. Задание. Развитие чувственного восприятия способствует развитию наглядно-действенного мышления, а также дифференциация и индивидуализация обучения в том ключе, что каждый ребенок может делать то, что им близко и тратить на это время. Давайте посмотрим на примеры. Скажем, развитие моторики в пособиях происходит с помощью чего? Раскрасок. Мы видели уже много примеров. Поделок. У нас обязательно в каждой книжке есть поделки с аппликациями. У нас есть пазлы. У нас есть игры с карточками, самые разные. У нас есть мобильные приложения. И у нас есть подвижные игры. Давайте посмотрим несколько примеров. Вот, скажем, поделки. Это из книги «Стихи и загадки о животных». Вот такая поделка. Когда мы вырезали, опять же, я могу еще раз повторить, мы можем называть все это по-английски, давать инструкцию cut out, glue, stick или paste. Как вам удобнее. Прикрепили, сделали аппликацию, повесили на стенку, привезли домой, подарили родителям. Дети обычно это очень любят, и родители тоже к таким вещам хорошо относятся. Дети очень важно показать свои достижения. Вот один из способов эти достижения продемонстрировать. И вот такие поделки, когда у нас есть выкройка, на центральных страницах под скрепкой в эту выкройку вырезали, помогли ребенку, и ребенок по этой выкройке делает какую-то игрушку. То есть, на каждом почти занятии, у нас на каждом занятии обязательно что-то есть для развития такого. Либо у нас раскраска, либо поделка, либо аппликация. Есть пазлы, причем, обратительно, для детей помладше пазлы делятся прямыми линиями, для детей постарше линии извилистые. Возникает иногда вопрос, а сколько надо элементов в пазле? Вы знаете, если просто для ребенка развлечения, которому он посвящает вечера, да еще и с помощью родителей, то там может быть очень много элементов, дети такое дело некоторые любят, долго с ним сидят, возятся. На уроке действует довольно простой принцип. Возраст ребенка плюс два. То есть, если ребенку четыре года, значит, шесть элементов ему подходит очень удачно. И так далее. Вот, кстати, Гульнар пишет, в какой-то другой книге, например, есть задания с раскрасками, не в каждом, а в «Двенадцать шагах» все такие иллюстрации очень яркие и веселые. Кто-то спрашивает, книги есть в свободной продаже? Конечно. Они есть и в магазинах, и есть в интернет-магазине, я скажу, где взять. Если вы приходите в книжный магазин, там нету, скажите администрации магазина или продавцам. Они, как правило, под заказ очень охотно доставляют. «Двенадцать шагов» к английскому языку. Первые четыре части, как я уже говорил, они в продаже. Следующие четыре части мы ждем со дня на день из типографии. Они уже печатаются, они в продаже появятся до сентября. И следующие четыре части выйдут осенью в октябре, в ноябре окончательно. И тогда же рабочая программа курса. Вот такие карточки используются в книгах. Карточки, обратите внимание, то есть вы знакомите ребенка со словом, карточки плотные вырезали, показали, но они такого размера, который очень удобен для детской ладошки. То есть ребенок может их свободно перебирать, ему это комфортно, удобно, нормально. И у нас есть слова, которые мы можем тоже вырезать. Ребенок, еще раз напомню, пока еще даже буквы не читает, но он слово узнает по его силуэту. Потому что понятно, что хэн от пикок отличается очень сильно. Как можно учить детей читать в кавычках либо писать? Положили одну карточку, к ней дали три слова. Какое слово подходит? Давай откроем книжку и найдем. Видишь, вот оно слово? А где здесь написано это слово на разрезанной карточке? Нашел, молодец, подтяни туда. Потом даем больше карточек, больше слов и так далее. Комбинируй таким способом, каким удобно вам и каким интересно ребенку. То есть здесь все для вас есть. Мобильные приложения, как я уже говорил, есть к каждому разделу книг Радислава Петровича Миле 12 шагов, есть к моим книгам с мобильными приложениями. И эти книги будут выходить как раз и дальше с мобильными приложениями. Кто-то спрашивает, карточки с плотной бумаги? Бумага плотная, сами по себе страницы плотные в книгах, карточки с такой же бумаги, то есть специально делали плотные, чтобы они не затрепались, не займались, чтобы можно было пользоваться, положить в пакетик, в коробочку и так далее. Вот книги эти стоят с мобильным приложением по 50 рублей, по 55, по-моему, то есть надо в зависимости от книги посмотреть развивашки по 55 рублей. Я почему-то про это спрашиваю, потому что у меня спросили на утреннем вебинаре, говорят, а вот надо ли учителю копировать эти материалы или у каждого ребенка должна быть книжка? Я знаю, как родители бывают неохотно и идут на покупку книг. Но вы знаете, мне кажется, что когда целая книга стоит как десяток яиц, это не такая уж страшная цена, родители вполне купят, особенно понимая, что там есть все материалы, и раскраски, и карточки, и прочее. Вот такие вещи. Сколько же из них с мобильным приложением? Семь книг вышло, еще две готовы, а вообще до конца года вам скажу, какие еще книги выйдут. То есть у нас готовится, кстати, мы уже дополняем мобильные приложения для этих книг, которые выпущены, мобильные приложения будут более широко использоваться, более развиты приложения. развитие творческих способностей для чего нужно? Для того, чтобы развивать внимание воображения, наглядно действенное, наглядно образное словесно-логическое мышление. Что здесь нам помогает? Расскраски, поделки, ролевые игры, творческие задания. Это все нужно для самовыражения учеников с помощью изучаемого языка и, опять же, с учетом интересов и возможностей. Вот кто-то пишет. А то я сама распечатываю с разных сайтов. Вы знаете, распечатывать дорого. Я посчитал, если даже вы будете черно-белые копии делать, они вам обойдутся как полкниги. Не проще ли все-таки купить сразу все цветное, готовое, не такие большие деньги получаются? Посмотрите, вот пример аппликации из книги «Развивашка игрушки». Вот мы делаем «Медвежонка», например. И так далее. Мы уже с вами видели много раскрасок, много поделок. Я думаю, нет смысла повторяться. А давайте-ка мы с вами теперь проанализируем занятия. Кто-то спрашивает, книги для учителя есть? В курсе «12 шагов» книга для учителя, она вложена прямо там же под одной обложкой, ее можно вырезать, специально сделана, она для вас существует. А во всех остальных книгах есть методические рекомендации, где написано, как проводить каждое занятие. Вся структура описана, что сказать и прочее. Удобно, что карточки при книге. А к какой книге относятся карточки? Во всех книгах карточки есть. В книгах стихи и загадки есть. В каждой части курса «12 шагов» есть. В книгах с мобильным приложением карточки есть не во всех. Там, где они предусмотрены, там, где надо, они существуют. Но там есть мобильные приложения, которые тоже можно использовать как карточки. Там абсолютно та же самая функция, те же самые флеш-карты, только они озвучены, анимированы, поэтому можно использовать. Причем, знаете, с мобильными приложениями что удобно. Иногда родители хотят, либо чтобы ребенок чем-то сам позанимался, оставил их в покое, либо есть родители таких мам, потому, слава богу, они есть, которые хотят помогать своему ребенку. Но они не знают, как помочь. И вот, знаете, вот прямо беда бывает, когда родители сам учил другой язык, но начинает ребенка контролировать, как ребенок произнесет, да еще и говорит, ты неправильно произносишь. Я очень надеюсь, что у вас нет таких родителей у ваших учеников, но тем не менее, такое бывает. Это, знаете, немножко напоминает анекдот, как в одной сельской школе долгое время не был учитель английского языка, но поскольку занятия вести-то надо, их вел директор, который в свое время немецкий учил, когда-то давно, а вообще он совершенно другого предмета, учитель. И каким образом он, в общем, он эти занятия как мог, так и вел, и тут приезжает молодая учительница сразу после вуза. Он на его занятии поприсутствовал, потом говорит, ой, знаете, мне понравилось, жиренько, хорошо, и карточки используйте, и фильм смотрели, и прочее. У меня, говорит, к вам только один вопрос есть, а скажите, пожалуйста, а почему вы не все буквы в словах произносите? То есть, вот, ну, бывают подобные ситуации. Правда же? Поэтому, коллеги, для ваших родителей, что им можно сделать? Можно сказать, дорогие родители, на задней странице каждой книжки, это книг с мобильным приложением, курс 12 шагов, есть QR-код. Сканируйте его вашим телефоном либо планшетом. Загрузите в себя обучающую игру для ребенка. Давайте его в день на 10-15 минут. Вы берете ребенка в магазин, например, чтобы не было скучно, дайте ему эту игру в руке, пусть он занимается. Он английский учет, а вы своими делами занимаетесь. Вам вечером отдохнуть хочется. Включите ему эту игрушку и пусть он с ней занимается и работает. Поэтому, все это можно скачать, вы можете сами попробовать. Если у вас есть возможность, если к вам дети на занятости телефонами приходят, пожалуйста, пусть им установят, вы им будете это дело разрешать запускать после занятия как дополнение. А теперь давайте мы с вами проанализируем одно из занятий, курса 12 шагов к английскому языку и постараемся определить, какие направления развития в этих упражнениях работают, что там заложено. уже как помогает развивать ребенка. Скажите мне, коллеги, нужно ли слайд увеличить для вас на экране, чтобы лучше было видно, или оставить так? Не надо увеличивать. Нет, хорошо. Просто у каждого по-своему разрешение экрана нормально. Ну что ж, давайте тогда посмотрим, анализируем. Итак, праздник Рождества, Christmas, а сам юнит, видите, называется традиционные праздники. Начинаем с Рождества, потом про Новый год пойдем говорить и так далее. Посмотрите. Первое задание. Посмотри, послушай и повтори. Look, listen and repeat. Мы вместе с детьми слушаем историю о том, что Сандра и Александр готовятся к встрече Рождества. Родители наведили елку и повесили на камень чулки и ждут, когда придет Санта-Клаус. Вот мы увидели эту картинку. Что у нас здесь происходит в этом упражнении? Тот пишет, звук очень плохой, пишет Тамара Викторовна. Тамара Викторовна, попробуйте либо зайти через другой браузер, либо заморозить видео. Для этого наведите курсорное изображение лектора, под ним появится веб-камера, кликните на нее, мое видео замрет, а звук будет лучше. Итак, посмотрите. Мы в этом упражнении знакомим детей с социокультурными особенностями другой страны. Правда же? Но в то же время здесь уже и социальное общение. Так, не только Тамара Викторовна со звуком проблемы еще появляются или нормально, а остальные нормально слышно? Вот, знакомимся с традициями. Слышно? Хорошо, мы тогда продолжим. Итак, знакомство с традициями других стран. Это социально-коммуникативное развитие происходит. Правда? Основу. Затем послушай и расскажи. Мы рассказали про то, что дети вешают чулки на камине для того, чтобы Санта-Клаус туда положил подарки. То есть, опять же, традиция. Следующее. Повтори, репет. У нас дается рифмовка. Рифмовка, как я говорил, записана на диске англичанином. Я вам сам прочитаю, чтобы не включать, но не тратить время на запуск файла. Я думаю, что точно так же можете сами прочитать. Вот такая история маленькая. Дети ее повторили, отработали несколько раз. Повторили рифмовку. Можно ее повторять побыстрее. То есть, здесь развитие речевое идет. Речевого аппарата и так далее. А потом, посмотрите, выполни задание и скажи. У нас есть название украшений. Детям надо соотнести. Видно, вот эти вот украшения елочные с формами. Здесь и развитие интеллектуальное. Идет сопоставление части и целого или сопоставление силуэта с предметом. Правда же? И в то же время речевое, поскольку мы с лексикой работаем. Продолжаем дальше. Следующее. Повтори и послушай. Посмотри и послушай. Look and listen. У нас Чарли и Китти. Чарли поздравляет Китти с Новым годом, так как в России поздравляет. А Китти был в ответ, как англичан говорит, Merry Christmas. И благодаря друг другу. Thank you. Thank you. Обменяясь подарком. Тут приходит Санта-Клаус. Merry Christmas. Он дает подарки. Говорит, take your presents. И Чарли и Китти ему говорят, thank you. Thank you. И радуется. Рассматривает good presents. Good presents. Там целая история к этому кодексу. А потом, посмотрите, мы сопоставляем Деда Мороза и Санта-Клауса. Кто-то спрашивает, песенки в пособии есть? Есть в курсе 12 шагов, есть специально написанные для него песни. Дети раскрашивают Санта-Клауса и Деда Мороза, повторяя название Санта-Клаус, Father Frost, а потом идет игра с карточками. Но у нас не просто hat, и мы говорим детям bring me a hat, а мы говорим bring me Santa Claus hat, bring me Father Frost hat. Вот такие вот игры. Или там Santa Claus coat, Father Frost coat. Вот такое вот занятие. Скажите мне, пожалуйста, после того, как мы на него посмотрели и вспоминая то, что мы с вами видели. Видели? Вы видели примеры социально-коммуникативного развития? Видели? Отлично. А примеры познавательного развития видели? Конечно, видели. Замечательно. А примеры речевого развития? Отлично. Художественно-эстетического развития? Of course, пишет Анастасия. Действительно верно. И, наконец, физического развития. Вот Гульнара спрашивает. Интересно, в шагах с пятого по восьмой или по шестой будет тема Рождества или уже нет? Мы возвращаемся к праздникам, потому что эта тема вечная, просто на более высоком уровне. Мы говорим о праздниках с детьми дальше. То есть, посмотрите, я вот сам здесь галочек понаставил в расчете на то, что мы с вами одинаково воспринимем эту информацию. То есть, мы сейчас с вами увидели вот те самые направления развития, которые в ГОСТ требует. Мы увидели примеры того, как это можно реализовать на занятиях английским языком. А скажите, пожалуйста, вот как вы считаете такого рода задания, которые вы с вами видели, они для детей интересны? Будут? Интересны. А для вас, как для педагогов, интересно? Потому что вот это очень важный момент. Если ребенку интересно учить, или не очень, вот, да, и для нас очень. Действительно, и самое главное, эти задания, они не трудные, и они понятные. Правда же? Мы понимаем, чем с ребенком заниматься. С ребенком заниматься, какие там структуры, что мы даем. То есть, здесь действительно много таких идей, которые могут помочь. Обратите, пожалуйста, внимание, у нас могут сочетаться эти книги. Например, курс 12 шагов к английскому языку можно и в образовательном учреждении использовать, но можно использовать и дома тоже. Правда же? Дома за счет чего? За счет того, что там есть книга, конечно, книга для учителя прежде всего, но для родителей тоже есть полезная информация и плюс мобильные приложения. Поэтому вы можете попросить родителей помочь так-то и так-то, если они готовы, они это сделают. Как правило, даже если родители хотя бы по 10 минут потратят с ребенком, это очень заметно происходит. На занятии потом сразу отдача видна. Книги с мобильными приложениями точно так же. Можно использовать как дополнение к курсу английского языка, вот кто-то даже в начальной школе использует, а можно использовать как самостоятельное пособие. Один разворот это одно короткое занятие, в котором есть и карточки и прочие вещи. Спрашивают, каждая книга посвящена одной теме? Книги с мобильными приложениями да. Например, что говорят животные, это по сути название животных. Что говорят птицы, название птиц по-английски, какие они звуки издают. И так далее. Но это в таком контексте, который ребенку понятен. Поэтому это тематические сборники, которые можно использовать, можно их комбинировать, возвращаться к ним по мере необходимости и так далее. Книги стихи и загадки направлены на развитие ребенка и изучение английской лексики. И их могут за счет того, что там аудиозаписи есть, использовать даже не знающие английского языка родители и воспитатели. Вот Ленея Зойн говорит, если мама и папа учат английский язык или учили, то вообще супер, конечно, замечательно. Мы пытались помочь и родителям, которые не очень хорошо это знают. И развивашки. Направлены на общее развитие ребенка, способствуют изучению английской лексики, потому что там лексика английская представлена везде. У нас левая страница всегда английская картинка. Сверху слова по-английски написано транскрипция. Дается, конечно, не для детей, эта транскрипция. И по-русски слово подписано. То есть, левая страница, как демонстрационная, большая карточка, используется. А правая, это одно задание, задание всегда на развитие интеллектуальное, развитие анализа и прочее. А второе задание, это всегда развитие творческих способностей. Плюс там есть дополнительные развивающие упражнения. Но, тем не менее, там всегда очень четко это все идет. Вот как Елена Александровна пишет, можно и в начальной школе использовать такие вещи. Действительно можно. Как я уже упоминал, и я вижу, в чате писали об этом, сейчас идет апробация пособий для дошкольников. поскольку мы объявили ее еще в мае, конечно, первые 10 заявок пришли для тех, кто получает бесплатное пособие, идет рассылка. Следующие 50 заявок на скидку в 10% тоже пришли. Мы объявили еще следующие 50 заявок, там скидка будет в 5%, но, на самом деле, конечно, не такие большие деньги, потому что, вы понимаете, если каждая часть курса 12 шагов к английскому языку стоит 138 рублей, то это даже 10% на 13 рублей дешевле получается. Мои книги с мобильным приложением по 55 рублей, а книги стихи и загадки по 50, то есть речь идет о скидке в 5 рублей, в 5.50. Но, тем не менее, все равно на всю группу покупать это получается лучше. Я думаю, что ценовой фактор, он для родителей, особенно сейчас в непростое экономическое время, он тоже может стать довольно полезным и важным. Правда же? То есть вот такие моменты. Поэтому, если вы хотите принять участие в апробации, пишите. Вы сейчас можете пока еще получить скидку в 5%. У нас еще заявки принимаются. Но даже если скидки особой не будет, все равно мы в конце апробации даем каждому педагогу по сертификату апробатора. А апробатору, что нужно после каждого раздела книги заполнять анкету, состоящую из 5 пунктов, анкету онлайн. Для книг с мобильными приложениями крохотных, после всей книги целиком заполняется анкета, поскольку после каждого занятия, конечно, смысла нет. А образовательное учреждение, в котором вы работаете, мы по почте высылаем сертификат, который подтверждает, что это образовательное учреждение в таком-то году являлось апробационной площадкой издательства. То есть, если для чего-то такое нужно, для рейтингов, опять же, вы сами знаете, как сейчас важны всякие отчеты, это тоже может пригодиться. Поэтому присылайте заявку, будем рады принять. Когда будет высылать пособие? Пособие, рассылка идет сейчас. По мере получения заявок точно так же будем продолжать высылать, потому что я знаю, что кто-то начинает с сентября заниматься, кто-то начинает заниматься с октября и так далее. Поэтому я надеюсь, что будем успевать. Что у нас еще готовится к выпуску? У нас готовится к выпуску следующая книга с мобильным приложением. Первая книга «Фэйсенбори» для детей от двух лет. Как из названия понятно? Это знакомство с названием частей лица и тела у человека и у животных. Там есть сюжет определенный. «Фруктовый оркестр» «Флотбанд» название фруктов от трех лет. «Фруктовый оркестр» «Фруктовый оркестр» здесь сюжет «В доме живет семья волшебников». Майк встречает новых друзей, водит их под дом и показывает. В каждой комнате есть по одному волшебному предмету. А мы попутно думаем, а что есть такое в наших домах? И все ли у нас так просто? И некоторые вещи, которые у нас есть, тоже очень-очень похожи на волшебные предметы. Азбука в стихах ABC Rhymes Написали от четырех лет, но если кто-то для детей пораньше начнет брать азбуку, пожалуйста, можно брать и пораньше. «Безопасность на дорогу» «Упийсайфонброуд» Учим детей, как правильно себя вести на улице, чего не делать, как называется по-английски, все то, что они на улице видят. И следующая книга «В городе для детей 5+. У нас сейчас, к сентябрю, выйдут также прописи для детей, причем прописи эти с картинками, то есть дети не только буквы учат, но они еще английские слова запомнят и смогут картинки раскрасить и нарисовать. Для детей даются опоры для прописи, можно использовать и для дошкольников, и в началке. Причем эта прописи отдельно книжечкой выйдет прописи русский алфавит, отдельно английский алфавит. Причем эта прописи будет для мальчиков и для девочек. Чем они отличаются? На самом деле не такие большие различия смысла тот же, но только, скажем, для мальчика, там, например, на букву К будет Кин, а для девочки Китин, а для девочки на букву Кю, например, Квин, а для мальчика другое слово. То есть, или там принц, принцесс и прочее. То, что может ребенку интересно показаться. Здесь нет сексизма, здесь скорее поддержание вот такого образа гендерных ролей. И никто не мешает обменяться потом этим прописи, мальчикам с девочками поменяться и поработать с ними. И точно так же вопрос будет попробоваться, я сейчас верну эту информацию. Вы сможете оттуда списать ее. И точно так же выйдут еще две книги. Это алфавитные карточки с рисунками. Это небольшие книжечки. Из них можно эти карточки вырезать. Их используют для знакомства детей с алфавитом, с азбукой. Там везде на каждой карточке есть картинка, слово по-английски подписано сзади, а спереди только буквы, с которой начинаются. И в каждой из этих книжек даются описание пяти игр, в которые развивающих, в которые можно с этим карточками поиграть. Поэтому, уважаемые коллеги, если это вам интересно, то у вас вы можете их приобрести уже в сентябре. Где можно все это взять? Пообщаться с авторами этих пособий для дошкольников вы можете на форуме вот по этой ссылке на инвестичес.ру Бесплатные мобильные приложения к уже вышедшим книгам можете скачать по этой ссылке. А в интернет-магазине вы можете книги найти, поподробнее посмотреть их описание вот по этой ссылке. Для того, чтобы прислать заявку на апробацию, адрес очень простой connect собака inguistichers.ru давайте вам этот адрес сейчас напишу. Присоединяйтесь, участвуйте, будем очень рады, потому что это книги новые. я сейчас пишу адрес нам очень важно посмотреть, как эти книги будут работать. На самом деле мы эти книги естественно проверяли. Мы их испробовали, провели пилотированный в детском саду развивающего обучения. Мы эти книги продали на родителях и на детях. Тоже у нас есть некий клуб родителей, и родители эти книги проверяли на своих детях дома. То есть мы смотрели и как в саду работают, и как дома работают. Мы эти книги, как я уже говорил, рецензировали у специалистов на кафе раннего обучения английскому языку в институте детства Санкт-Петербургский педагогический университет и государственный университет имени Герцена. То есть книги смотрели и в детсаду, и дети говорили нам свое мнение, и родители дома, и специалисты-теоретики. Нам сейчас очень важно получить как можно больше широкие отклики от учителей-практиков для того, чтобы понять, может быть, какие-то еще книги надо издать, может быть, к этим что-то добавить, или наоборот, мы угадали, рассчитали, подумали, все поняли, удачно все это работает. Коллеги, если вам какие-то нужны еще книги, которых мы еще не выпустили, у вас есть идеи, присылайте эти идеи мне, пожалуйста. Вы можете их оставить на форуме на EnglishTitchers.ru. Можете прислать мне через личные сообщения, можете мне прислать по электронной почте и так далее, вот на тот же адрес, например, на connect EnglishTitchers.ru. Поэтому присылайте. Спрашивают уже, сколько по времени длится вебинар, вебинар уже заканчивается. Я сейчас вам дам ссылку на сертификат. Вот перед вами информация о том, как получить сертификат. А вот код. Поэтому, уважаемые коллеги, если есть какие-то вопросы, задавайте, я вам сейчас постараюсь ответить. Если есть комментарии, напишите, пожалуйста. Вот у нас коллеги пишут, хочу участвовать в Прабац, но вы для Казахстана недоступны. Вы знаете, здесь вот какая ситуация. Мы сейчас решаем этот вопрос о том, как удобнее посылать, чтобы вам легко пройти таможен. Эти книги, вернее, прошли. Мы сейчас решаем как раз этот вопрос, как сделать их доступными для Казахстана. Конечно, всегда остается вариант. У нас, знаете, была ситуация на прошлом вебинаре. Кто-то тоже из Казахстана сказал, хочу эти книги, но купить не могу. И кто-то откликнулся, говорит, пожалуйста, напишите мне вот адрес электронной почты, напишите мне, я вам эти книги могу приобрести и переслать. То есть, люди помогают друг другу, как всегда. Но вы сами знаете, команда учителей это всегда самая большая сила. В Беларуси по-прежнему тоже нельзя заказать. Мы над этим работаем, я надеюсь, что очень скоро можно будет. Мы решаем эту проблему, я думаю, что в ближайшие недели мы ее уже постараемся решить. Мы сейчас работаем. Ну что ж, уважаемые коллеги, есть ли у вас какие-то еще вопросы или комментарии? Удается ли вам получить сертификаты? Спрашивают об оплате пособий, наличной или безналичной. Как вам удобно? Можно безналичной? Полично оплатить карты. Можно выписать по почте наложеному платежу, можно через банковский перевод сделать. То есть, как вам удобно, так и можно делать. Ну что ж, уважаемые коллеги, если вопросов нет, мы сейчас заканчиваем. Получите сертификат сейчас, потому что код действует только 3 часа. Возможно, я смогу вас спрашивать, Елена. Уважаемые коллеги, если вы недалеко от Обнинска, то я думаю, что это вопрос решаемый. Напишите, напишите, сколько вам хочется пособий, потому что мы можем попросить коммерческое дело доставить пособия со склада с тем, чтобы вы заехали и их забрали. То есть, это вопрос решаемый. Презентацию можно скачать? Презентацию мы разместим на сайте на EnglishTeachers.ru сегодня, до конца рабочего дня. Видеозапись разместим в понедельник. Можно будет посмотреть. Ну что ж, уважаемые коллеги, если других вопросов нет, большое вам спасибо. вам оставить информацию, как получить сертификат или вернуть информацию со ссылками на сайт, на ресурсы. Что вам удобнее? Со ссылками, да? Ну что ж, тогда возвращаюсь со ссылками. А вот кому-то нужен сертификат. Вебинары только онлайн можно смотреть или тоже можно скачать? Вы знаете, вебинары можно только онлайн сейчас смотреть, но есть такой совет. Есть бесплатные программы, которые называются ScreenCapture. Самые разные. Вы запускаете вебинар онлайн, включаете программу ScreenCapture, которая записывает видео с экрана и таким образом себе видео сохраняете. Если вам нужно его показать кому-то, использовать ваши... ...пользовать вашим коллегам, показать. У вас всегда есть такая возможность. Техника по-прежнему творит чудеса и помогает нам в жизни. Ну что ж, большое вам спасибо. Я думаю, что сертификаты все уже, кому надо было, скачали ссылки, нашли. Да? Я верну ссылки тогда все-таки. Вот эти вот на форум. Хорошо? Хорошего вам вечера тогда. Особенно тем, кто издалека в Хабаровске, например, уже вечер поздний. Я знаю. Большое вам спасибо. Хорошо вам отдохнуть. Остаток каникул. Я вас приглашаю на следующей неделе, на вебинар, который я буду проводить на английском языке. Он будет посвящен обучению грамматике взрослых. Но поверьте, те приемы, о которых мы будем говорить и общие подходы, я думаю, что они будут полезны и не только тем, кто со взрослыми работает. Ссылку на сертификат даю сейчас. Одну секунду. Держите. Ну что ж, еще раз большое спасибо. Хорошего вам вечера, хорошего отдыха. Приходите на наши вебинары. Следующие. Если вас интересуют какие-то конкретные темы по вебинарам, напишите. Мы постараемся их провести на такие-то темы. Если у вас есть идеи, пособия, либо если у вас есть свои разработки для дошкольников, которые вы хотели бы опубликовать, присылайте. Мы готовы серьезно рассмотреть эти моменты и продолжить с вами работать. До свидания и удачно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...